Егений Карпов, один из переводчиков книги, будет рассказывать английский учитель литературы, писатель, драматур, рассказывает про разработанные и методы работы с литературой. Я про него попозже расскажу, но, в общем, смысл не в том, чтобы дать им программу, а вкус в том, чтобы они вообще хотя бы не забыли, как это делать, почитать. Потому что это очень сложный возраст. Переход из начальной школы в старшую, по средней, извините, родину. Все, кто работает в школе, всегда знают, что самый проблемный класс – это 6-й и 7-й класс. К 8-му классу они уже немножко утихают. Но 6-й и 7-й класс – это ад. Все, кто может, от них отпихиваются руками и ногами. То есть, ой, я лучше с малышами, ой, я лучше с 8-ми, с 9-ми, с 11-ми. Замечательно. А 6-й и 7-й – они никому не нужны. Это вот такие гадкие лебеди. В общем, каждый день они гадкие по-новому, я считаю. И это продолжает. И их колбасит 2 года. И всю школу колбасит, всех частей их тоже колбасит. Потому что дети меняются, дети растут. Друг жутким становится интересна социальная жизнь. Они начинают интересоваться отношениями, кто как, кто с кем, кто как одет, кто, допустим, бесконечно. Им в этом возрасте безумно интересны они сами. Они никак не в школу, никак не в чтении. Наша программа вообще не учитывает психофизологического развития ребенка. Я начал с того, что у нас невозрастные тексты, которые не всегда происходят. А вторая история, что в этом возрасте, как раз с 6-го по 7-й, происходит очень сильное падение чтения. То есть это не я придумал. Установлено это, что дети до конца начальной школы читают. Поскольку они и с родителем могут читать. И родители еще считают, что сначала ты еще можно почитать, а дальше ты уже сам научился и иди читай. Хотя вот тут недавно говорили с Ольгой Громовым о том, что совместное чтение это такой ритуал, который может быть не 12-13 лет периодически, а потом 18 лет. Ну, то есть, допустим, если я нахожу себе интересные ситуации, я иду к жене и читаю его на клубах. Что ей безумно бесит, потому что в тот момент она чистит рынок. Ну, да, да, чтобы сказать, но когда тебя что-то находишь интересное, то хочешь с кем поделиться с человеком. То же самое и с книгами. То есть тут надо делить с детьми, тогда возникает какое-то совместное чтение и совместное учить семейное пространство. Это я все равно играю влечу. И поэтому до восьмого класса задача как раз вот в этом возрасте задача не растерять чтение и не потерять игрок. Потому что очень много аттракторов. Сейчас гораздо больше каналов, которые оттягивают внимание учреждения. Они естественны, да, то есть и интернет, и там, и ютуб, там, допустим, и там, и игры, и мальчики очень много уходят сразу. То есть, тут еще надо понимать, что если ты не играешь в манкрафт, то ты лоб, естественно. А никто не хочет быть лоб, они сейчас начинают играть в майнкрафт, да. И, значит, весь класс у меня там переменов. Вот так вот, моменты, потому что они включаются в трактор. Отбирать бессмысленно, потому что, ну, и тогда потрачу полгода на то, чтобы отбирать телефоны и воевать с ними, да. То есть, ну, это страшный скандалат, отбирать телефоны. Это же просто, ну, это как папаха уборского человека. Это предмет гордости, это, ну, это статус, это, ну, как, так у ребенка. У тебя какая-то фигня с кнопками, у меня смарт-сенсор. Ну, это нет, это вещь, с которой нам приходится жить, к сожалению. Вот. Если хватает воли, если в школе, если в семье выстроено такое же, что у ребенка все-таки пользуется этой фигней с кнопками и у него нет смартфона, это лучше. Это правда лучше. Но если уж так же не построилось, да, что у него есть телефон, планшет, там и так далее, да, ты уже никуда этим не денешься. Вот. Надо как-то с этим относиться. Поэтому в средней школе я именно работал, чтобы карты вцеплять. То есть, мы читали Азамидову, мы читали Пастернаку, потом я сначала Пастернаку притащил к нам в школу, когда были полезны в Москве. Мы читали Веркина с облачным полком, читали вещи, которые, а, понятно им, как по их возрасту. Причем не всегда. Я рискнул, я дал им 52 февраля. Они страшно смущались. Это я, к слову, как раз подтверждаю иллюстрацию Громова, о том, что дети еще больше цензов, чем сами взрослые. Дети не будут читать то, что не считают правильным. Они это не будут читать. В данном случае повесть короткая, но они страшно смущались. И, конечно, они больше смущались обсуждать это со мной каким-то образом. Но я никогда не довел. Ну, не хочешь обсуждать, не хочешь. Скажи, что понравилось, что не понравилось и так далее. Но это был такой вот спирт. Мы знаем, что мы будем повторять в следующем году. Следующим седьмым классом, 52 февраля. На утре твоих имени с обитвой пошли прекрасно. И, опять же, вот есть текст. Мы можем только и просерваться. Из всякого текста вырастает некоторая возможность говорить. То есть для себя принципиально другие задачи ставлю на литературу. Во-первых, это заинтересовать и поддержать привычку течения. Во-вторых, всякая книга – хороший повод для разговоров. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, можно поработать с такой штукой, как открытые финалы и вариативность. Поскольку у с обитовой, если мы помним, там несколько финалов. Например, в трёх комбинарах. Поскольку как могла бы развиваться история строительной степени реалистичности. И вот тут можно поговорить. Что такое реальность. Что такое литературная реальность, историчная реальность, предличная реальность. Насколько, так сказать, они это. То есть должна ли книжка кончаться хорошо или плохо. То есть там в любой книжке с хорошей стаскивается очень много возможностей. В том числе образователя. А посредством этого, конечно, они учатся строить рассуждения. То есть учатся как логические в обосновке. Учатся вытягивать его и выстраивать. Но когда мы доходим до 10 класса, от ЕГЭ не уйдёшь. И тут тебя может спасти только одно. У тебя никто из детей не будет уделить, а сдавать литературу, допустим. Потому что слава тебе, господи, литература не является обязательным ЕГЭ сейчас. Может возьмёт эту проблему, когда ребёнок скажет, я хочу сдавать ЕГЭ по литературе. Вот. Вот я посмотрю, что у меня есть в 11 классе, когда мне будет сдавать ЕГЭ. Но на самом деле технически вся программа... То есть, к сожалению, да, последний год, если человек зовёт ЕГЭ, он занимается именно натаскиванием на эти предметы профильные. И в этом смысле натаскивание на математику ничего не отличается от натаскивания на литературу. То есть, как бы, ты отрабатываешь навыки писания ЛСЦ, которые это полагается, проходишь все эти штуки, всё содержание этого школьного курса. Но, должен вам сказать, что в сети стоит дикое количество очень хороших перескатов. Прекрасных. То есть, я допустил... Нет, правда, правда, я с 10 классом поступил очень просто. Я говорю, ребята, присылайте мне всем электронных портов. Ведь это так удобно. Говорят, да, это так трудно. Первое, когда они прислали, я включил все три системы антиплагиата, которые у меня стоят стоят. Прогнал их и сказал, в 97 пройдутся взаимствование. После этого они стали писать коряву, но сами. Поэтому это очень иномно. В случае подосковки КГ это как раз работает на руку с тем же детям, которые хотят поступить. Поскольку, действительно, Briefly.ru, допустим, прекрасный сайт с очень хорошим пересказом. И, допустим, если он не успевает прочитать текст, а ему прямо горит кровь из носа, то он первое, что можно просто прочитать за 7-10 минут, за 12 содержаний у него войны. Ну, а они укладываются до 15 минут. Меня сын как-то пришел и сказал, мама, мне к завтрашнему дню надо первый том военной имени. Я ему сказала, что только краткое содержание не читай, лучше, вроде, посмотри фильм первую серию. Можно так, можно будет экранизацией, если это хорошая экранизация. Потому что краткое содержание, по имени мира. Нет, ну, довольно дико, да, что это учитель, я рекомендую Briefly, но я рекомендую быстрые ситуации, да. Поэтому, понимаем, что они раньше-то станут смотреть на этот Briefly, на тот пересказ, могут его найти, да. Если уж совсем горит, да, узнаешь все главные сюжеты и носят хороший пересказ. Всех действующих героев по имени, если не перепутаешь, там, не знаю, Петра Ивановича, Адуева, Александром Адуева, и при этом ты получишь общее представление о тематике, сюжете и, так сказать, о том, что... Этому уже достаточно, чтобы написать хоть какой-то более-менее связанный театр. Но для этого ребенок должен уметь обладать навыками написания этих текстов. То есть он должен, то есть без общей какой-то литературной компетенции не плане обойтись, ему надо уметь складывать слова в предложение, а предложение выстраивать абзац, а абзац – это текст. Это единственное, что в этот степень для церкви, да. Вот, поэтому старших, мне кажется, по-другому немножко, старших мы пошли по школе программе, тем более, что мы самая плохая школа программа, там... Нет, там как раз есть о чем поговорить. Да, у нас был какой-то другой, у нас был Достоевский, у нас была Корея, где там Корея, где-то... У нас был, там, Тургей, там, форсами такие. Там очень много параллелей, перекличек. Там каждый из этих текстов, они уже достаточно взрослые, чтобы про них говорить и про них говорить. Вот, и здесь я как бы плавно перехожу к этой штуке, которую я периодически использую у себя. Вот эта книжка Эдва Чамберса «Расскажи». Ну, по-английски называется «Tell Me», так и называется. Это метод, который они выработали эфирическим путем. То есть, он как бы не теоретика образования, а практика. Учитывайте, смотрите. Не хочу вставать. Если так выразиться коротко, это мне эта беседа. Ну, то есть, «Расскажи», да, название ищербового смысла, действительно. То есть, вся, там существует некоторая методика. Вообще, книжки двух частей. Первая там вообще написана для большей степени для библиотекарей, для тех, кто работает с чтением, как выстроить пространство чтения. То есть, как работать со стендами, с выкуркой книг, какие обязательно уголки для чтения, и полки для двух просин. Ну, про все. Как вообще? Я читал, у меня прям, не знаю, эти клей, слюни и слезы одновременно, потому что это там просто то, как проклятые западные люди работают с чтением, да, у нас это просто небо и земля, честно говоря. То есть, там вокруг книжки, вот они проходят одну книжку, да, у них вообще вся школа вертится вокруг этого. То есть, и библиотека к этому подключается, и там в холле у них какие-то тематические выставки по этой же книжке. То есть, это все вокруг дальше не меняет, у них там следующая тема. И это... С чтением работает вообще вся заряда образовательного проекта. И это, конечно, очень круто, да? Ну, это требует вообще полной перестройки вообще всего образовательного процесса, да? Наши школы, чтобы... Да? А у нас это невозможно, мне кажется. Ну, это если только не ударить всем собранием сочинений, там, трудно по голове, директор будет, который, конечно же, делает только так, да? У нас же, да, за пределами школы, то есть, за пределами класс-литературы, ну, они уже как будто вот пошли. То есть, все надо понимать, что мне их очень жалко, если честно, потому что у меня там, вот нам образуют, да? Я в них стреляю из десмертной русской классики, да? А они же, вот каждый раз, они заходят из одного попа, переходит в другое. Там у них, значит, химия лупит, а там, значит, следующий урок у них физика, а потом литератик. Какая каша к концу, там, восьмого урока у детей, я не представляю. А литература-то не обязательно? Да, литература вообще не обязательно, да? Да, это как бы конкурирует за внимание с какими-то важными предметами, по-настоящему, в математике не умеет, что их предмет самый главный, все остальное. И так читать не может в книге. Это естественно, да? Потому что, кажется, тянет это дело на себя, т.е. ты вызвал ребенок, и все расписывали, чтобы ребенка на часть. Вот. Но вторая часть этой книги, она, вот если кто-то работает с литературой, может быть, интересно, потому что там чисто практические вещи, да? То, что очень сильно отличается. Ну, я бы не сказал, что это прям очень сильно отличается, потому что, когда я читал книги, я находил аналогии в наших вот пезокогических практиках. Например, такая вещь есть, как эмористическая беседа, если вы не знаете, да? Ну, проблема, вся проблема с эмористической беседой в том, что вот, когда я читал все эти разработки Экбрелла, мы задаем детям вопрос, как вы считаете, в чём это только, какова роль богатырей, защитников земли русской? В скобках у тебя в разработках написано. Дети отвечают то-то и то-то. Т.е. все видели эти разработки, все это читали. Т.е. это такая игра в поддавки с одним собой. Т.е. дети как бы должны угадать правильный ответ. Да? Но они ничего не должны на самом деле. В общем, нет. Здесь вся вторая часть книжки посвящена некоторой коллективной беседе. Она просто вокруг книжки. То есть, ну, если очень коротко, поскольку книжку всегда надо смотреть, и про неё, в общем, Евгений расскажет завтра, а ещё лучше бы по ним было бы просто поработать, для этого разобрать произведение, а сейчас как бы для этого нужна доска, и некоторые подручные материалы. Дети прочитывают текст. И дальше идёт некоторая беседа между ними и учителем. Учителя есть некоторые опросы. Часть текстов дети знают, часть вопросов дети знают, часть вопросов они не знают. Это, грубо говоря, немножко, скажем, похоже на сократический диалог. То есть, когда учитель опрашивает каждого из учеников, да, и выстраивает, и графически выполняет, и рисует его понимание, да, из этого текста. То есть, что вы думаете, то есть, что вам показалось в книжке понятным, что было непонятно, что было странным, что понравилось, то есть там четыре графы. Вот. И постепенно выникает графическая карта. Совместная графическая карта понимание этого текста всем классом. Да? И при этом у него очень много дополнительных вопросов, которые он подстёгивает дискуссию. И это, грубо говоря, сотворчество. Собпонимание текста. Когда работает над текстом весь класс. То есть, вот так или иначе, да. Там есть некоторые принципы. Например, принцип, что любое мнение может быть высказано. Ну, то есть, нет ошибочного понимания текста. И это действительно так. То есть, дело не в том, что... Ну, как, понятно, что там... Дело не в том, ну, это такая, я бы сказал, классовская проблема интерпретации текста, да, проблема отношения текста писателя и автора, да. Но, действительно, ошибочного понимания нет. Каждый день право на собственно прочтение и понимание, да. И ты можешь сказать, нет, ты совершенно неправильно понимаешь там задачу, простите господи, а роль Анны. Вот Анна Карелина, прекрасный пример, да. Анна, так сказать, не худоизменищица, несчастная женщина, непонятая общество, да. Но одно дело, когда ты сам это скажешь и проговоришь как учитель, а другое дело, когда, допустим, это понимание родится у него вдруг в процессе коллективного обсуждения. Это гораздо более, мне кажется, ценно, когда он самостоятельно приходит и самостоятельно у него меняется восприятие текста. А после таких бесед оно может меняться. Вот. Потом, кроме этого, очень интересная история. Меня, например, это такое коллективное обсуждение может натолкнуть на некоторые вещи, которые ты сам не замечаешь. Например, меня дети натолкнули на такое наблюдение интересное про один из ближайших мотивов в Евгении Онегине. То есть, ну, главная трагедия, когда Онегин убивает Ленского, да. То есть, там надо было описать как бы одним словом, грубо говоря, состояние, да. То есть, что, что, один из каких из главных двигающих мотивов в Онегине. Как вы думаете? Ну, какие двигающие мотивы? То есть, одним словом. В общем, да. Все подвисли. Ну, они называли любовь. Страсть. Они называли страсть, любовь, да. Что они еще могли бы называть? Резать. Зависть. Самоутверждение. Самоутверждение. Зависть. Гордыня, да. То есть, мы идем по психотипу Онегину, да. Вот там. Чистота в отношении, в отношении Татьяны, да. Они назвали скуку. И это очень точная вещь, и я действительно подумал, да. Потому что, во-первых, от скуки сбегает Онегин из деревни, да. Ему там уже все прошло кабинет философов 18 лет. То есть, ему вообще, он совсем юный, да. Но он уже пресыщен абсолютно жизнью. Он от скуки сбегает. Более того, от скуки он начинает грознить Ленского. На этом злосчастном вечере, когда тот его притаскивает. А он не хотел туда ехать. Он его притащил. Пойдем. В общем, там Ольга. Одному, типа, страшно с ней. Он его притащил. И Олегин от скуки его мстит. Он начинает, например, там, флиртовать с Ольной, да. У Ольга тоже вопрос. Она, конечно, может быть, ну... Тут тоже, как бы, такой слабый элемент, поскольку Олегин лицо новое. Да? А тут, в общем, всякое новое лицо, оно украшается. Если хотят, все хотят забыть себе на перевод, потому что это такое развлечение будет. Ольга с ним флиртует, не имея никакой задней мысли, да. А потом еще следующий, тоже двигающий мотив скуки, это Заренский. Который дуэлянт, который бретер, секундант. Который должен, на самом деле, что и сделать? То есть, по дуэльному кодексу. Ну, понятно, что параллельно мы Школотовым использовали с его, как бы, очень хорошей, какой-то логической справкой, вообще, по этому периоду, да. Но, по законам того времени, вообще, по дуэльному кодексу, Дуэлянтон должен принадлежать максимальное усилие, чтобы померить в сторону. Понятно. Заренский делает ровным счетом. Потому что Заренский делает все, чтобы дуэль состоялась, на самом деле. И, в двух словах, можно вспомнить, что, действительно, Заренскому тоже дико скучно. Поскольку человек, там, не знаю, Грозефа боговства, он, значит, охутил очень хорошо, он пожил, он погулял, он был бретером, он был, значит, дуэлянтом заветным. И, конечно, ему в этой дворе дико скучно. И вдруг появляется такое развлечение, как дуэль. Два человека хотят вышибить друг другу мозги. Что может быть интереснее? Он сделал все, чтобы оно состояло. И это маленький штык. Понятно, что скукой не черпывается они эти двести. Но он был для меня новым. Потому что я совершенно не посмотрел на Е-минус КСССР в случае зрения. Вот. И это подсказали людей. Причем это подсказали мне дети, потому что это был восьмой класс, но я немножко раньше иногда забегаю. Но если класс сильный, можно дать ему что-то сегодня раньше, да? Если класс слабый, например, вот у меня не очень сильный седьмой класс, поэтому если облегкаю в жизни, мы читаем шестыми и седьмыми практически одно и то же. Ну, с некоторыми усложнениями, потому что иногда проще. Ну, что вам еще рассказать? А можно практический вопрос? Да, давайте. Вот я учитель, учитель декретик, который погрузился во всю прелесть этой литературы. Декретик. Да. Прекрасный, значит, декретик. Декретик. Страдающий по своей литературе. Вот, значит, читаю «Время всегда хорошее», думаю, да. Вот я такой крамольный вещь сделаю, беру одну былину, а вставлю его. «Время всегда хорошее». А потом думаю, а как? Вот если там, допустим, былину, идем в библиотеку, набираем на весь класс былин, а тут-то я что сделаю? Заставить их купить? Я не смогу. В электронном виде, как бы, такой книги еще нет, они все зашифрованы, платные и так далее. Бесплатно есть ссылку дать. Как вы в этом вопросе? У меня проблемы, я писатель, я всех знаю. А, то есть у меня все там 30 секунд? Андрей, пришли мне, пожалуйста, электронный вариант. Не всегда. Ну, на самом деле, есть возможность... Во-первых, если, во-первых, в случае, в разуме с кем-то сторонами, они вообще выложили все открыто. Не, ну это я к примеру. Во-вторых, ничто не мешает, ну, если вы как бы в план поставите, никто не мешает написать в издательство. Сказать, что я такой-то, такой-то, я учитель. Да, 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 да. К сожалению, у нас, допустим, у нас, можно сказать, что у нас вообще нет книг. У нас нет книги. А что же надо сделать подвольно, чтобы, не дай бог, заучный узнал, что я такая-то сякая, вместо былин, басторан. Слушайте, ну это, конечно, проблема, да, если дети же не побегут стучать заучный. А дети могут рассказать родителям. По нынешнему стандарту 30% факультатива. По нынешнему стандарту вы можете... У нас ничего нет. Нет, правда, в нынешнее время, вот новый стандарт, который принят, вы можете 30% от программы, ты должен, может...